МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как такие последствия? Что происходит на рязанских пляжах? И почему купание заканчивается трагедией? В Рязани начали доследственную проверку по факту взрыва на теплоприборе. Двое рабочих с ожогами доставлены в больницу. День России по всей стране отметили с размахом. Центральные части городов превратились в сплошные сцены под открытым небом. Не исключением стала и любимая Рязань. Например, утром 12 июня автолюбители устроили флешмоб у торгово-развлекательного центра «Премьер». Над парковкой развернули огромный российский флаг, а несколько десятков водителей и дальнобойщик выстроили свои автомобили в слово «Россия». Закрепляли впечатление от собственного духа патриотизма многие рязанцы уже на заключительном гала-концерте губернаторского оркестра. Сила слова и музыка души оказались беспроигрышным эликсиром. Фестиваль, организованный при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Рязанской области приурочили сразу к нескольким событиям. Году литературы, Дню русского языка, который прошел 6 июня, и Дню России. О том, как и где горожане провели предпраздничный день 11 июня смотрите в репортаже Ольги Харламовой. Уже накануне Дня России в Рязани начались праздничные мероприятия. На площади Победы волонтеры подняли верх полотна, символизирующий флаг нашей страны, и запустили в небо красные, синие и белые шары. Первым собравшийся поздравил вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов. Символом праздника является триколор. И я надеюсь, что в эти дни мы будем с вами по-настоящему строить планы на будущее и заботиться о том, чтобы наша Рязанская земля развивалась и становилась краше. С праздником вас! С Днём Великой России! Величие этого праздника – это величие нашей страны, добавил глава нашего города Андрей Кашаев. По-особому воспринимается этот день в Рязани. Рязань – это душа России. Душа России – это душа Сергея Есенина, Константина Циолковского, Ивана Павлова, Александра Ершова. Это судьба и душа всех защитников Отечества, которые на протяжении тысячелетия защищают свою родную землю. После всех поздравлений на сцене перед МКЦ собравшиеся смогли посмотреть выступления рязанских артистов. Детишкам скучать тоже не пришлось, и для них были предусмотрены развлечения и конкурсы. Тяжелая эта работа – из болота тащить бегемота. Сокрушались россияне, глядя на грузинских смельчаков, которых стихия вынудила охотиться на сбежавших из местного зоопарка клыкастых и опасных животных. На свободе оказались шесть тигров, шесть львов, семь медведей и тринадцать волков. И вот, пожалуйста, сенсация в Рязанской области. На берегу реки Павловки разгуливает крокодил. Фото и видео, произошедшего в субботу, опубликовал пользователь ВКонтакте Николай Игнатов. На сайтах появилась информация, что рептилия самовольно покинула ферму, которая открылась на парковке торгово-развлекательного центра «Премьер». Фраза, что крокодильчик маленький, безвредный и ничего никому не сделает, успокаивает слабо. Горожан интересует главный вопрос – чем питается хищная зверюга? Биологи утверждают, что вести охоту на людей такой небольшой крокодил, конечно, не будет, но вполне способен укусить человека, причинив серьезную травму. Видео с крокодилом на данный момент набрало уже более шести с половиной тысяч просмотров. Марина Комиссарова поинтересовалась у сотрудников выставки, кто недосмотрел за питомцем и выяснил любопытные детали. Видеоролик о крокодиле, которого обнаружил рязанец на берегу реки, прямо в черте города, стал самой обсуждаемой новостью минувших выходных. Предположения в социальных сетях выдвигались самые разные. Кто-то говорил о том, что фотографии ненастоящие, кто-то оставлял испуганные комментарии, будто на Павловку больше не ногой. Но основным стало предположение о том, что крокодил сбежал с выставки хищных рептилий «Крокодиловая ферма», которая недавно открылась в непосредственной близости от Павловки, на стоянке возле торгового центра «Премьер». Наша съемочная группа отправилась на крокодиловую ферму, чтобы прояснить ситуацию. К счастью или к сожалению, не знаю, крокодил не наш. Наши крокодилы все как бы на месте. Вы сами могли наблюдать, в каких условиях они содержатся. Летать они не умеют, поэтому из вольеров выбраться нереально. Даже сегодня специально пересчитывали, чтобы развеять все сомнения по поводу наш или не наш. С уверенностью могу сказать, что крокодил не наш. Каждый из питомцев находится в вольере. Условия содержания максимально приближены к естественным. За животными следит профессиональная команда. Все питомцы на месте и вряд ли могли бы сбежать отсюда. Так что откуда крокодил появился на Павловке, останется загадкой. Но специалисты утверждают, в климате средней полосы хищник не выживет. Максимум дотянет до середины осени. В наших условиях, вот пока сейчас такая температура стоит близкой к тропической, он может быть активен. А далее, когда температура упадет на наши какие-то уровни средней полосы, активность его резко может уменьшиться. Но надо сказать, что зимой он практически не выживет. Потому что эта группа рептилий тропическая, она не может впадать, как наши рептилии, в анабиоз. Ну, в общем-то, вечером хотелось бы выйти посмотреть хотя бы, интересно самим, что за крокодил и чей. И если найдем, готовы забрать его к себе на попечительство. Будем надеяться, что сотрудникам фермы удастся найти крокодила и спасти его от верной смерти зимой. К другим темам. Не купайтесь, не оставляйте, не пейте спиртное под летним солнцем. Множество «не и если», повторяют спасатели МЧС и полицейские отдыхающие. Но почему-то на пляже люди забывают абсолютно обо всем. Что неплохо бы научиться плавать, прежде чем лезть в воду. Что за детьми нужен постоянный присмотр. А на берегу воспитанные люди не оставляют следы своего присутствия. Роман Дворецков осмотрел ближайшие водоемы и готов поделиться своими наблюдениями и размышлениями. На прошлой неделе сотрудники МЧС России Паризанской области провели очередное патрулирование по реке Оке, которое руководил начальник главного управления МЧС России Паризанской области Сергей Филиппов. Он проинформировал у рязанцев, что в регионе действует 29 официальных пляжей. Из них 4 в городе Рязани, где на водоемах дежурят спасатели, которые в случае необходимости смогут оказать первую помощь. К слову, этим летом в Рязани будут работать 42 официальных пляжа. Новые места для купания и отдыха откроют в 12 районах и областном центре на озере Заульское в Канищево. Сначала каждый официальный пляж обследуют водолазы. Также они проверят состояние дна и в неофициальных, излюбленных местах купания жителей города. Сами отдыхающие довольно далеко не всем. А как вам тут отдыхается на этом пляже? На этом пляже хорошо. А как вы считаете, он готов полностью к отдыху? Что не хватает? Нет, он не готов. А что не хватает? Ну, мусор, мусор, грязь, банки пустые всякие валяются. То есть что бы вы хотели улучшить? Ну, как в основном, тут же и дети, и все. Ну, улучшить, чтобы был очищен намного. Надо бы убрать, конечно. Конечно. А так хорошо отдыхается, спокойно, да. То есть вот улучшить то, что мусор, палки, да? Ну, палки вы не уберете, потому что вот деревья растут. А вот этот вот мусор, вон, всякие техногенные бутылки, банки, вот. Их надо убрать, конечно. И желательно побольше урн. Постоянно на воде происходят десятки несчастных случаев. И этот год не стал исключением. И все по одной простой причине. Очень часто отдых на природе сопровождается распитием спиртных напитков. Врачи и сотрудники МЧС не устают напоминать о том, что чрезмерное употребление алкоголя в жаркую погоду может привести к ишемическим и различным сердечно-сосудистым заболеваниям. Ходить в баню, несомненно, традиция хорошая. Но вот по поводу того, что процедуры это исключительно оздоравливающие, возникают определенные сомнения. В одной из рязанских саун, в данном случае на улице Горького, полицейские обнаружили самый настоящий бордель. На всей территории Российской Федерации, как и во многих странах мира, проституция объявлена вне закона. Так, например, в некоторых европейских странах наказывают не только организаторов проституции, но и людей, которые пользовались услугами ночных бабочек. Повсеместно закрываются десятки нелегальных борделей и притонов. Полицейские получили информацию, что в Рязани, в сауне на улице Горького, организовано предоставление интимных услуг за деньги. Оперативники уголовного розыска отдела полиции номер один МВД России по городу Рязани проверили полученные сведения и выявили, что в развлекательном заведении было организовано занятие проституцией. В ходе проведения оперативных мероприятий в отделении полиции были доставлены сотрудники данного заведения для получения показаний. В отношении администратора развлекательного заведения будет возбуждено уголовное дело. Это кадры оперативного видео. Рязанские следователи начали проверку по факту взрыва на теплоприборе. Напомним, что в одном из производственных цехов при сварочных работах взорвался газовый баллон, в результате чего пострадали двое человек. Их сожжены и доставили в больницу. По предварительным данным, взрыв произошел около 10 часов 15 июня при производстве сварочных работ. В ходе проведения доследственной проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Если выяснится нарушение при производстве сварочных работ, то будет возбуждено уголовное дело. Это были главные новости уходящего дня. Если вы что-то пропустили, заходите на наш сайт город62.тв. На сегодня все. Увидимся в эфире. Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин